Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим с вами на совершенно невеселую тему Нормализация насилия в современном обществе В прошлое воскресенье мне на глаза попался вот этот пост ВКонтакте В Новосибирске парень избил девушку на пляже за отказ познакомиться Я сейчас не буду вдаваться в детали произошедшего В данном случае это совершенно не важно, где, когда, как именно В этой ситуации меня гораздо больше заинтересовала реакция общественности в комментариях Новость только появилась, никто из подписчиков никаких подробностей не знал, может быть это вообще фейк У каждого из читателей этого паблика была только исходная информация Парень хотел познакомиться с девушкой, она ему отказала, он ее избил И вот реакция обычных мужчин и женщин Они живут рядом с нами По-любому обложила его Вот и получилось за язык, и правильно сделал Главное скобочку в конце добавить Тема-то пипец веселая Конечно правильно сделал Мы, правда, не знаем, оскорбляла она его или нет Ну, это я не знаю А вот Ольга знает точно И даже если она его оскорбила Избить человека за это адекватная реакция Вот Оля у нас молодец Оля понимает, что в случае чего может нехило отхватить в табло За длинный язык И Оля считает, что это правильно Умничка Оля Только вот для некоторых людей фраза Вы мне на ногу наступили Тоже оскорбление Просьба соблюдать дистанцию в магазине Унижение А если тебе не нравятся чьи-то слова Можно пустить в ход кулаки Давайте скажем спасибо Оле Ведь именно такие люди вселяют неадекватно веру В справедливость своих действий Спасибо Оле А вот комментарий Сашеньки У Сашули очень тонкая душевная организация И поэтому он безумно переживает за жертву Только вот в его воспаленном сознании Жертва это тот, кто бил Возможно, она ему нахамила в ответ Сказав ему, что он дрыщ и не мужчина ее мечты Сашуль, ты прям такие четкие примеры приводишь Палевно Очень палевно Ну и соглашусь Пережить фразу Ты не мужчина моей мечты Просто нереально Ты не Джонни Депп Не Брэд Питт в одном флаконе Как самый лучший Ты не записан в телефоне Ты не волшебник Ты не с другой планеты Ты не из моей мечты Анна Ахматова А вот сейчас без шуток Александр, пожалуйста Задумайтесь о карьере в литературе У вас такая фантазия Вы такие подробности придумываете Не закапывайте свой талант в землю Закапывайте тех, кто не хочет с вами знакомиться Павел, вы такой юморист Боже-боже, продолжайте Если Саша у нас Антаскор То вот Люсенька обладает редкой способностью Считывать характер по фотографии Не то, чтобы принимаю и поддерживаю такое поведение Представителей мужицкого пола, но А вот и оно Но наше любимое Заюж, да не парься Конечно не поддерживаешь Только вот сейчас объяснишь Почему жертва виновата Не волнуйся, ты не одна Вас таких альтернативно отдаренных в комментариях Большинство собралось Но прекрасно могу понять Судя по фоту до Это та еще принцесса Могу представить манеру ее общения Вот видишь, че мозги-то пудрить Так и пиши Сама виновата Ибо нефиг отказывать Интересно А вот автор этого шедевра Как бы назвал женщину Которая никогда не отказывает мужчинам Или допустим Если бы его девушка Начала с радостью Знакомиться с каким-то непонятным парнем Который подошел к ней на пляже Наверное Молодец Сколько тут чересчур правильных Тут два варианта Либо она хамло и получила по заслугам Либо он урод и неадекват Таких особей достаточно Но не большая часть мужчин Как некоторые тут утверждают Самое забавное Что я прочитал все комментарии И ни в одном Всех мужчин Не обвиняли Большинство вообще На девушку набросилось Зато про неадекватных фемок Которые будут на мужиков Бочку катить Вспомнили сразу же Несколько авторов Приплести феминисток Милое дело Насилие Неравно получил по заслугам Вас унизили Так унизьте в ответ Если хотите поквитаться Раз не можете Просто развернуться И уйти Если она ему грубила в ответ Отвечала грубость на его грубость То она конечно же Сама виновата Сто процентов Ванечка Сто процентная гарантия Здесь только того Что вы с логикой не дружите Вы же сами пишите Что он ей грубил Почему же она не может Грубить ему в ответ И где здесь праведный Кулак должен был появиться То есть она должна была Молча слушать оскорбления А раз ответила То заслуженно получила Оскорбляли друг друга оба Но виновата жертва насилия Ванина логика Напоминаю Мы говорим Не о реальной ситуации Мы пытаемся разобраться Что у Ванечки в голове происходит Ничего хорошего Такая наподобие ситуация Была у нас в клубе Парень пригласил девушку Потанцевать А она отказала И послала его далеко и надолго За что и поплатилась Он выбил ей челюсть Это было зрелище Не для слабонервных Лучше этой замечательной истории Только комментарии под ней Милота Вас оскорбили и вы убиваете челюсть А я смотрю родители Отлично справились с вашим воспитанием Зато рот не будет разевать Мир в котором оправдывают Подобный самосуд Просто идеален Обманули в магазине Сверните продавщице шею Это 21 век детка Ей че трудно было назвать свое имя Странные барышни В просторечии дуры Точно А парень отправивший в нокаут Девушку отказавшуюся называть свое имя Не дурак Умница Заметьте В комментарии прогрессора Вообще ни слова Вот еще один шедевр этого гения Вот такие как ты Из мужчин гомосексуалов и делают Все бы вам свою звезду подороже продать Но не у всех потянут ваши заоблачные на нее цены Внимание Человек оставляет вот эту отрыжку Под новостью об избиении Для полноты картины только фразы О разведенке с прицепом не хватает И да Гомосексуалами не становятся Ими рождаются Вот именно За собой смотреть нужно в первую очередь Я не оправдываю, но Я не, но Мое самое любимое Если девушка провоцирует То должна понимать Что вот такой исход тоже должен быть Напоминаю Пока что вся известная провокация Со стороны жертвы Отказалась знакомиться Ух, чертова провокаторша Ну и конечно Рта у нашего нападавшего нет Губы зашили Он бы и рад что-то сказать обидное в ответ Да не может Вот и приходится кулаками орудовать Мы с вами не знаем как он подошел Что и как она ответила Порой девушки так отвечают Что просят им всечь О, а вот и зрители с нейлкика подъехали Девушки же провоцируют мужчин Они прямо Тут когда им Им надо это Я не знаю зачем Представьте себе Меня периодически узнают на улицах И подходят сфотографироваться Предположим в реальном мире Я зажравшаяся тварь И схода говорю Что с челядью Я не общаюсь Нормальный человек Развернется И пойдет дальше Может быть Оскорбит в ответ А самое главное Отпишется от канала И правильно сделает Ведь я не воспитанная быдла Но мои Безусловно грубые слова Никоим боком Не развязывают Подошедшему кулаки Бить человека Нельзя Неважно кто перед вами Женщина Мужчина Ребенок Бабушка Дедушка Оленя с твича Бить Человека Нельзя Естественно Если это не самозащита И если для вас драка Адекватный ответ на грубость Поздравляю Вы часть проблемы Принесли вам в кафе Холодный кофе Ну так прям Чашку в глотку Официанту затолкайте Что он вас провоцирует Вы вообще-то Деньги заплатили Уметь отказать Не обидев человека Это настоящее искусство Им не все владеют А так вот в чем дело У девушки просто нет таланта Ты отказала мне два раза Не хочу Сказала ты Вот такая вот зараза Девушка моей мечты Уметь принять отказ Не выбив глаз Настоящее искусство Попробуй его хоть раз Конфуций Уметь принять отказ Не выбив челюсть Настоящее искусство Им не все владеют Странно Об этом автор комментария Почему-то не вспомнил Ах да Мы же здесь Жертву обвиняем А если серьезно У тебя есть два варианта Поддержать Избитого человека Или наброситься на него И ты конечно же выбираешь второй Мгновенно Даже не упоминая агрессора Недавно на пляже Один дяденька Пытался познакомиться с девушкой Она его вежливо отшивала И даже сказала Что муж есть И скоро придет Ему пофиг было Потом он к нам с подругой Начал приставать Я беременная к тому же Пришлось сразу же на него рявкнуть Так как из предыдущего диалога Было понятно Что по хорошему он не понимает Искусство искусством А дебилов полно И тут же ответ На этот комментарий Вот после рявканья Не удивляйтесь Если вам кто-нибудь Голову проломит Мы уже и насилию Над беременными Находим оправдание Прогресс Хотя Чему я удивляюсь На этой неделе Появилась новость О пьяном дяде Отрубившем Пятилетней племяннице Два пальца Она уронила его телефон Мать девочки Уже заявила Что готова простить родственника И вообще Дочь скорее всего Сама виновата Решила Сама подставить пальцы Под топор Удивительно Каждый взрослый человек Понимает Что к примеру Засовывать пальцы В розетку Нельзя Вот просто Такое правило Как бы соблазнительно На тебя Эта розетка Со стены Не посматривала А если ты не можешь Сопротивляться Розеточному эротизму Там же Такие дырочки Тебе дружок Нужно серьезно лечиться Но почему Такое же банальное правило Распускать руки нельзя На всякий случай Уточню Это касается Обоих полов Многие до сих пор Усвоить не могут Может быть потому что В розетке сидит Злой дедушка Электрический ток Друзья Я серьезно не знаю На каком еще языке Нужно разговаривать С подобными комментаторами А юные боксеры Получают ответку От закона Далеко не всегда Зато адвокатов У подобных Не сдержавшихся Всегда хоть отбавляй Возможно К тому моменту Когда выйдет этот ролик Окажется Что никакой девушки И в помине не было А напали на самом деле На испанского шпиона Который арматурой Избивал хомячков А парень Просто пытался Защитить животных Все может быть Но люди Оставившие эти Комментарии Знали только о том Что парень избил Девушку Потому что она Не захотела с ним Познакомиться Помните об этом Если вам понравилось Это видео Обязательно Поддержите меня лайком Кроме того Не забывайте Про подписку Колокольчик Комментарии Огромное спасибо Всем кто является Спонсором этого канала Ну а я встречусь с вами Уже на следующей неделе В понедельник В 17.00 по Москве В моем новом видео Всем хорошего дня И до встречи